Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Близится к завершению 2016 год. А какой он был для Приволжского района нашей области? Ведь не секрет, что Приволжский район – это красивый край с богатыми народными традициями, талантливыми людьми и культурой. Именно этот край достиг больших успехов в экономике, производстве, образовании, культуре и спорте. 86 лет району – это не возраст, это пора его расцвета, роста и развития. И мы видим высокие достижения во многих направлениях, и все это благодаря команде профессионалов, во главе которой уже 12 лет стоит Евгений Николаевич Богомолов, глава района. И сегодня в этой студии мы будем беседовать с Евгением Николаевичем Богомоловым. Здравствуйте, глава Приволжского района. Валерия Богапова у нас сегодня в студии, мастер спорта по СМУ. И Николай Николаевич Хохлов, директор ООСАД. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ну что же, прежде чем мы начнем разговор об этом, как я уже сказала, замечательном, крае людях, давайте, предлагаю посмотреть визитную карточку главы Приволжского района. Внимание на экран. Евгений Николаевич Богомолов. Родился 22 мая 1955 года. Работает в должности главы района с 2004 года. В 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Российской Академии Государственной Службы при президенте Российской Федерации по программе антикризисного управления социальными процессами. А в 2006 году повышение квалификации в Северо-Западной Академии Государственной Службы. Свою трудовую деятельность начал в 1974 году по строительному управлению Треста Южноэнергогорстрой плотником-бетонщиком. По окончании Куйбышевского энергетического техникума был переведен на должность мастера строителя. После службы в армии продолжил работу строителем в Приволжской ПМК и был принят заведующим отделом комсомольских организаций ВЛКСМ. В 1982 году Евгений Николаевич пришел работать в совхоз Приволжи. Одновременно с этим Евгений Николаевич окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В декабре 1996 года назначен первым заместителем главы администрации Приволжского района. А спустя четыре года был избран главой муниципального района Приволжский Самарской области. В это же время Евгений Николаевич обучается в Московском государственном университете экономики и статистике информатики по специальности юриспруденция. В 2006 году Евгений Николаевич Богомолов стал лауреатом пятого всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий за высокие достижения» в развитии и становлении местного самоуправления в России, награжден дипломом Муниципальной Академии Российской Федерации. Ну что же, еще раз в этой студии я вас приветствую, Евгений Николаевич. Ну, конечно, первый вопрос к вам – конец года. Принято подводить итоги. С какими результатами вы подошли к завершению 2016 года? Ну, год завершается, традиционно, подводим итоги. И нужно сказать, что итоги этого года, они достаточно оптимистичные. Ну, наверное, так же, как и во многих сельских районах, этот год, несмотря на сложные погодные условия, все-таки итоги его достаточно хороши. Мы получили небывалые урожаи зерновых культур, овощных культур, садовых культур. И я с удовольствием могу сказать, что мы практически все показатели, которые были определены для нас министерством сельского хозяйства, правительством Самарской области, по итогам года выполним. Ну, хорошо. Ваш район особенный, конечно, и по географическому расположению, административному устройству и экономическим показателям. Вот вопрос такой. Область сельского хозяйства все-таки является и лидирующей? Она основная. Да, так ли это? Расскажите об этом подробнее. Сельский район, обычный сельский район, район расположен на юге нашей Самарской области, 140 километров от нашей столицы Самары. Район по площадям небольшой, всего лишь на протяжении 80 километров по левобережью Волги. Весь район расположен вдоль Матушки Волги. И основные виды производства – это, конечно, сельское хозяйство. Наш район особенный в том плане, что на территории нашего района очень большое количество орошаемых земель. Еще в советское время, когда были построены орошения здесь, на территории нашего района, вот в Советском Союзе не было такой концентрации в одном муниципальном образовании, в одном районе, такого большого количества орошаемых земель. Чуть более 80 тысяч по пашню в нашем районе. По проекту более 40 тысяч должны быть орошаемые. Мы с вами медленно, верно подошли к вопросу мелиорации. И вот сегодня территория для вашего района все-таки она расположенная в зоне рискованного земледелия, можно так сказать, Игорь Николаевич? И особая тема. Давайте осветим это направление более подробно, прежде чем перейдем к ведущим хозяйствам вашего района. Ну, погода есть погода, ее еще никто не заменил. Да, небесной канцелярией никто не заменил. Небесной канцелярией, да. Но вместе с тем орошения, она все-таки в свои коррективы вносит. И, наверное, не случайно в свое время было определено место там, где определить это, разместить спасскую растительную систему. Спасская растительная система на сегодняшний день является одной из самых крупных. Ну, чисто несколько цифр. На территории района 102 километра каналов открытого типа. Многие сотни километров трубопроводов, которые проложены под землей, которые доводят влагу до полей. Насосные станции, 26 насосных станций. И вот весь этот комплекс, он направлен на то, чтобы донести влагу Волге до полей. А это гарантированные урожаи, овощных культур, кормовых культур, экономически выгодных культур. Те, которые сегодня губернатор нацеливает нас выращивать. Это такие, как соя, такие, как нут, овощные культуры. Поэтому нам сам Бог велел реализовывать эту программу. Спасибо вам большое. Вот в вашем районе очень много сильных перспективных хозяйств. И они, конечно, известны далеко за пределами нашего региона. Можно ли сказать, что они визитная карточка вашего района? Перечислите, пожалуйста, Игорь Николаевич. Ну, у нас много хороших хозяйств. И перечислять их можно много. Но одним из лидеров, лидерами не только в нашем районе, является фермерское хозяйство. Цирилевый, Евгений Павлович, продукции, которые известны далеко за пределами нашего района и Самарской области. Конечно, предприятие ИСАД. Это предприятие СЕЙФ 07. Это хозяйство, которое возглавляет Савинков Николай Андреевич, СПК Новый, Заволжье. Ну и целый ряд других хозяйств. Вот я сейчас предлагаю как раз перерваться и посмотреть именно сюжет о ведущих предприятиях Приволжского района. О хозяйствах. Внимание на экран. Посмотрим. Южные районы Самарской области завершают сев ранних зерновых. Аграрии при Волжье первый хлеб уже отсеяли. Теперь основное внимание к посадке второго. Выращивать картофель и овощи здесь в степной засушливой зоне, как ни парадоксально звучит, выгодно. Все благодаря наличию орошения. Сердце Спасской мелиоративной системы, крупнейшей в регионе, начало пульсировать. Главная насосная станция запустила воду в магистральный канал. За счет господдержки из федерального и областного бюджетов и вложений фермеров, орошаемые площади ежегодно увеличиваются. Вода реально становится катализатором успеха и драйером развития. Например, в хозяйстве Евгения Цурулева поливные участки составляют почти 80% от общей площади пашни. Весь борщевой набор реализуется не с поля, а доводится до товарных кондиций на собственной оптово-распределительной базе. Создав это важное звено в хозяйской инфраструктуре, фермер не беспокоится за репутацию своей продукции, которую охотно берут торговые сети. За счет орошения выстреливают и другие рентабельные культуры – нут, соя, кукуруза на зерно и лен. Львиную долю такого урожая слихозпредприятия отправляют на экспорт, за счет чего модернизируют технопарк, повышают зарплаты и налоговые отчисления в муниципальный бюджет. И продолжают реконструкцию поливных систем, чтобы свести к нулю риски от возможных засух. Доступ к воде делают Приволжские земли своего рода клондайком, который притягивает инвесторов из других регионов. К примеру, аграрный проект волгоградских бизнесменов способен поднять технологии растеневодства в районе на новый уровень. Солидные средства вложены на закупку мобильных растительных установок. Ввод в строй новых поливных участков или реконструкция растительных каналов, по всем направлениям аграриям выплачиваются субсидии из областного и федерального бюджетов. Земля у нас очень высокого качества, то есть по сравнению с многими регионами, она имеет очень высокий потенциал урожайности. У нее высокий показатель гумуса, то есть прежде чем мы сюда войти на эту землю для работы, мы провели полный анализ почв и после этого только принимали решение. Производство продукции и насыщение ею рынка – одно из главных направлений регионального АПК. И привозский район с поставленными задачами справляется. Впрочем, есть резервы и для дальнейшей динамики развития. Технологии, которые здесь и сегодня мы их увидели, не в теории, а в практике, они создают основу развития всего комплекса растеневодческой продукции. И самое главное, что здесь каждый руководитель, он используя те методы новые, инновационные методы в решении вопросов культуры земледелия, еще и задумывается до доведения своей продукции до конечного потребителя. В частности, мы сегодня здесь и в общеводческом хозяйстве, и в СЕФ 07, и в САД, и в КФХ Сырлева, Евгения Павловича, мы увидели тот подход, который на сегодня должен быть у каждого сельхозтоваропроизводителя в своем ведении своего хозяйства. На сегодня важно не просто произвести продукцию, а создать максимальную добавочную стоимость и довести его к потребителям. Из весны окунулись в зиму. Так прям повеяло теплом с экрана. Комментарий, Евгений Николаевич, ваше хозяйство. Сегодня такой, наш район уникальный не только тем, что есть в наличии такая замечательная растительная система, но и что есть такие хозяйства. Хозяйства, которые позволяют нашим более-более как бы не достигших таких результатов хозяйством перенять тот опыт, который уже есть. Не выезжая ни за границу, ни за пределы района. Поэтому те технологии, которые используют те хозяйства, которых вы причислили, их нужно только принимать. И те технологии, которые уже используются, они, конечно же, принесут значительный результат получения той продукции, которая необходима. Ну что же, Николай Николаевич, директор Хохлов, директор ООО САД. Продукция вашего хозяйства, конечно, широко известна на территории Самарской области. Яблоки, землянику, малину знают и любят покупатели. Да, ежедневно на улице не только нашего города, области приезжают замечательные машины с надписью «Волжский посад», где мы каждый день покупаем вкусные, свежие витамины. Я сама лично люблю, покупала землянику. Ну, а каковы итоги работы сезона? Есть чем похвастаться в этом году? Да, есть. Это, вот то, что вы сказали, это результат нашего труда. Вот все, что вы там видите, это все выращено на Приволжской земле и выращено нашими руками. Что касается этого года, этот год сложился для нас довольно-таки удачно. Почему? Потому что мы собрали неплохой урожай, даже сказать, рекордный. Потому что по яблокам составило, валовый сбор составило 5100 тонн. Вот, по землянике, по ягоди земляники 132 тонны. Если рассматривать, значит, прошлые года, где-то, может, лет 5-10 назад, урожай яблок был в 2-2,5 раза меньше. Вот. Если рассматривать советские времена, то там где-то эта цифра едва достигала 1000 тонн. Там, может быть, чуть побольше 1000 тонн. Вот. Поэтому вы сами можете судить по нашим результатам, вот, чего мы достигли. Ну, невероятно колоссальные успехи, конечно. И лето-то было засушливое в этом году. За счет чего такие хорошие показатели урожайности? Да. То, что мы сейчас насчитываем в нашем хозяйстве, это 300 гектар яблоневого сада, 40 гектар земляники. Вот. Это наши основные культуры, как бы. Вот. Все находится под капельным поливом. То есть орошение производится с помощью капельного полива. Без орошения трудно достичь каких-то положительных результатов. Какие планы, перспективы развития, какие задачи вы ставите на 2017 год? Неужели большую планку себе поставили и по урожайности, и вообще по достижениям? Конечно. Мы же не стоим на месте. Ведь с самого начала, как вот в последние 15 лет, мы постоянно увеличиваем площадь. Площадь. Постоянно увеличиваем. Почему мы достигли такого результата? Потому что мы сажали, и эти молодые посадки, как раз вот они заплодносили и дали свой урожай. Наши планы на будущее, они остаются прежними, потому что нам нужно поддерживать. Мы же находимся, наше хозяйство находится в группе компаний, создает агрохолдинг у нас, агрогруппа, так, по названию «Волжский посад», вот, который занимается тоже производством соков с аналогичным названием «Волжский посад». Поэтому нам нужно обеспечивать производство сырьем, вот, и вот эта площадь, которая сейчас у нас 300 гектар, да, она недостаточно, и ее, как минимум, до 1000 гектар нам нужно увеличивать. Вот, поэтому нас ждут впереди большие посадки и расширение площади до 1000 гектар. Хорошие урожаи, не только, чтобы мы кушали очень вкусные яблоки, но и продолжали пить очень полезный сок. Ну что же, я хотела бы, спасибо вам большое, я хотела бы сейчас также прерваться и предложить посмотреть небольшой сюжет, какую оценку дает областное правительство в «Волжскому району». Внимание на экран. А это уже образец для подражания, одно из лучших хозяйств в стране по выращиванию овощей. Ассортимент большой, в том числе картофель, капуста, лук. Сейчас здесь достраивают базу для переработки и хранения овощей. Все по современным технологиям, новшества и в системе орошения. «Они сами внесли там некие технические, скажем, новшества, и они наполовину сократили затраты на полив. И причем это придумано было самими специалистами. Они тратят намного меньше электроэнергии для перекачки воды и тратят немножко меньше в том числе и воды. Потому что на другом уровне давления они начали работать. И, конечно, это очень важно, потому что на поливе, в том числе затраты на полив, в себестоимости продукта, они составляют существенную долю». Объемы продукции предприятие будет увеличивать. Как неоднократно подчеркивал губернатор, область с продуктами должна обеспечивать себя сама. И при этом работать еще и на экспорт. Хороший урожай ждут и в Приорском районе. Здесь также модернизируют систему орошения, используют удобрения. Несмотря на малое количество осадков, поля в хорошем состоянии, отметил глава региона. Последней точкой визита стало предприятие САД. Здесь специализируются на молениях, клубнике, яблоках. Евгений Николаевич, слово для комментариев. Ну вот этот сюжет еще раз говорит о важности нашей испанской рассеятельной системы. Потому что Николай Иванович одну из первых в своих поездках, после того, как заступил на должность главой нашего региона, посетил наш район. Вместе с министром сельского хозяйства, тогда Российской Федерации, Федором Николаем Васильевичем. Где обсуждался вопрос на большом совещании, вопрос дальнейшего развития мелиорации в целом Российской Федерации и Самарской области в том числе. Скажите, вы гордитесь своим районом? Конечно. Конечно. Ну что же, давайте перейдем к не менее важной теме. Евгений Николаевич, вот как обстоят дела в культурной, спортивной сферах? Ну, как это говорят, не хлебом единым, да, поэтому разные направления жизни на территории нашего района, они реализуются. Конечно же, это культурная сфера. Наш район, наверное, отличает от других сельских районов тем, например, что у нас очень много театралов. У нас на территории очень долгое время уже успешно действуют два театра. Одному из них в этом году, это театр имени Аркадия Антонимовича Дьячкова, исполняется 95 лет. Солидная дата. Более молодой, по возрасту, это 25 сезон будет театр «Муравейник», взрослые составы. И уже на подходе молодая группа «Маленький муравейник», которые тоже уже ставят свои спектакли и радуют наших зрителей. У нас пять народных коллективов, у нас два прекрасных режиссера, которые занимаются театром и одним, и другим. Это заслуженные работники искусств Российской Федерации, Дьякова Марина Константиновна, Иванова Ольга Викторовна. Ну и, конечно же, хорошие традиции, как и, наверное, в любом сельском районе, это народное творчество. Район песенный, мы принимаем многие конкурсы, один из которых, Златвинец, который мы проводим на нашем историческом месте, Самаринская усадьба, уже получил статус российского. И в следующем году мы планируем принять уже более широкую делегацию с Россией. Ну, о спортивных... Перейдем к спортивным достижениям. У нас сегодня также в гостях Валерия Багапова, мастер спорта по Суму. Валерия, являетесь вы одним из представителей успешной молодежи Приволжского района и занимаетесь таким необычным видом спорта, как Сумо. Расскажите о своих достижениях, пожалуйста. Ну, на данный момент я уже стала мастером спорта. В 19 лет я, будучи молодой, такой перспективной, в 19 лет я стала мастером спорта. В этом году уже я занимаюсь как 13 лет. С 10 лет, как перешла из начальной школы в среднее, но в пятый класс, мой тренер Аникин Владимир Алексеевич на тот момент являлся и директором школы, в которой я училась. Благодаря ему, конечно, его стараниям, его тренировкам и усилиям я достигла высоких результатов. Я трехкратная чемпионка Европы. Конечно, спасибо большое нашей администрации, главе которой поддерживали нас, финансировали, потому что это немаловажно. Очень много затрат, очень много усилий. Естественно, без поддержки мы бы и молодежь, и маленькие подрастающие поколения не достигли бы таких высоких результатов. Но вы оправдали все надежды? Вы привозили в район очень много, много-много наград. Но вот если вспомнить, как все начиналось, почему вы, будучи маленькой девочкой, решили заняться таким, как я уже говорила, необычным видом спорта? Ну, сейчас, вспоминая, как я начала заниматься в 10 лет маленькой девочкой, я, наверное, это все благодаря тренеру. Все-таки педагогам, да? Да, педагогам. Сейчас я тоже являюсь педагогом. Вы теперь. Да, теперь уже я педагог, и я теперь понимаю, что самое главное – это любить свое дело, отдавать душу, вкладывать себя в первую очередь в то дело, которым ты занимаешься. Поэтому все благодаря, я думаю, моим наставникам, которые занимались, которые меня направляли. Мне понравилось. Я начала ходить на секции, потом первое соревнование. Вот, кстати, хотела спросить впечатление от первой победы. Расскажите, ведь вспомнится, да, ведь наверняка? Особенно, когда в Европе представляли. Да, когда я представляла Россию в Европе. Первые мои соревнования были в 2010 году на Украине, в городе Киев. Мы приехали на соревнования в первый раз. Тогда мне было 15 лет, 16-й год. Да, я стала чемпионкой Европы. Совершенно в чужой стране, в честь нас, меня в том числе, звучал гимн России. Награждали нас золотыми медалями, награждали медалями и тренера нашего. Да, в честь нас звучал гимн России. Это, конечно, незабываемое чувство, когда просто мурашки по коже и счастье от того, что гордость за то, что ты... Это же не только личные достижения. Это благодаря всему, это благодаря району, это благодаря области. Мы представляем Россию. Это уже совершенно другой уровень. Поэтому это, да, конечно, достойно. Николаевич, болели? Помните эти моменты? Не только помню, я знаю их, потому что любой выезд на международные соревнования, вот в данном случае сумоистов, да и не только сумоистов. У нас очень популярные виды борьбы и дзюдо, и другие виды. Поэтому тренеры, когда достигают вот таких хороших результатов, после вот таких замечательных побед, обязательно задается звонок. Или с Украиной, или с Венгрией, или с Германией. И он, Владимир Алексеевич, докладывал. Мы победили, везем золото. Встречайте. Встречаете? Встречайте, да. Здорово. Ну, Валерия, чем занимаетесь сейчас? Сейчас после учебы, после окончания учебы вы решили вернуться в родной район и связать свою дальнейшую судьбу со своей малой родиной. Вот почему? Да, я закончила Обшаровскую школу номер один. Поступила в педагогический институт. И опять же хочу заметить, это заслуга и большое спасибо, конечно, моему тренеру, что он практически подсказал мне, как-то показал мой путь в жизни. Я очень люблю свое дело, очень люблю работать именно с детьми. Я поступила в педагогический институт, но так как я решила немного расширить свою сферу, не только заняться спортом, я поступила на физико-математический факультет. Сейчас я работаю учителем математики, вернусь в свое родное село, в свою школу, в которую я закончила. Конечно, тяжело молодым педагогам сейчас найти хорошую работу, потому что обычно требуется опыт работы. А тут меня приняли как родную. Мне помогает и мой тренер, и учителя. И, конечно же, большая поддержка администрации, это немаловажно. И также поддержка молодых специалистов, это пособие, это жилье, поэтому намного легче, намного, как это выразиться? В родном доме и стены помогают. Да, комфортнее, потому что, когда ты выходишь только из тен института, уже это совершенно взрослая самостоятельная жизнь, и когда такие помощники, такие наставники рядом, то намного легче, конечно, отдавать себя любимому своему делу и вкладывать в душу то, что ты любишь, чем ты занимаешься. Я хочу продолжить Валерию, она случайно озвучила, что вернулась в родной район, и на селе, и в нашем районе, он не исключение, нужны, конечно, молодые люди, молодые специалисты и педагоги в том числе. Я с удовлетворением могу сказать, что в этом году в наш район вернулось, ну, не вернулось, вернее, приехало после завершения учебы 11 молодых специалистов, молодых педагогов, половина из них наши местные. Наши местные. Это дорогого стоит, и в дальнейшем привлечение молодых педагогов, конечно, на это будем уделять внимание, потому что задачи, которые стоят сегодня перед образованием, они достаточно продвинутыми должны быть. Те задачи, которые стоят перед нами президент Российской Федерации, губернатор, основу будущего нашего государства должны закладывать в школе, а еще лучше ищут в садике. В садике, Олег Николаевич, я не могу не задать вам вопрос, как живется в Приволжском районе сегодня, как обстоят дела с жильем, с работой, с зарплатой? Вот вы уже сказали, что приезжают работать молодые специалисты, не уезжают, то есть это означает, что жить-то комфортно? Ну, может быть, не так радужно, не уезжают. Конечно же, уезжают, потому что много молодых людей, которые заканчивают, они или остаются в городе, или находят где-то другие точки приложения. Но вместе с тем, хочу сказать, что мы стараемся создать те благоприятные условия, которые бы, так как вот эта группа молодых людей, отреагировали, ну и остались здесь. Для этого есть перспективы определенные. Наш район особенный, и по площади небольшой, а по населению достаточно такой, 24 тысячи населения достаточно такой вот крупный. И, конечно, нехватка рабочих мест, она есть сегодня. И на производстве, и в социальной сфере. Поэтому наша главная задача, конечно, это создание рабочих мест. Без проблем нет, не все так радужно, к сожалению, население, так как и везде. Но, хочу сказать, что перспективы выхода из этой ситуации, они все-таки просматриваются. Вот мы как-то считали, считали, если бы так же интенсивно занимались сельским хозяйством, как наши ведущие сельхозпроизводители фермерского хозяйства, Царулево, предприятие САД, СЕФ-07. Например, для поддражания есть. Да, нам бы еще дополнительно нужно было еще около тысячи рабочих мест. Пока, к сожалению, может быть, не готовы коллеги, которые рядом занимаются, может, кто-то еще не хочет. Ну что же, вот время быстро так пробежало. Я хочу все-таки по одному слову предоставить вам заключительный уважаемый гость, как мы сегодня подводили итоги в нашей программе. Ну а скоро Новый год. Чего бы хотели пожелать, Николай Николаевич? Добра, достатка, любви, конечно, к своим близким, родным и к своей земле, конечно. Валерия? Я бы, конечно, тоже хотела пожелать, чтобы у всех наступающий Новый год был плодотворным, так сказать, счастья семейного. Я думаю, то, что это самое главное, ведь мы все, мы все большая семья, поэтому всем счастья семейного, благополучия и всего на лучшего. Спасибо. Ну и заключительное слово, Евгений Николаевич, пожалуйста. Конечно же, нам предстоит еще многое сделать. Мы сегодня проговорили лишь о нескольких страницах биографии нашего района. Есть, конечно же, и проблемы, которые нам еще не предстоит решать. И они исходят из тех задач, которые ставит перед нами президент, губернатор нашей области Николай Ильич Меркушкин. И я уверен, что главное богатство нашего района – это люди, люди труда, люди, которые делают имидж нашей территории и, конечно же, производят ту продукцию, которая сегодня известна далеко за пределами нашего района. Я от всей души поздравляю своих земляков с наступающим Новым Годом, всех жителей Самарской области с наступающим Новым Годом. Добра, здоровья, благополучия. Ну что же, спасибо большое. Новых свершений, успехов и всего самого-самого замечательного, чего вы сами себе желаете 2017 годом. Спасибо. Посмотрели программу «Город ТЭС». Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»